Соединение. Да, отлично. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые дамы и господа, участники нашего замечательного курса. Сегодня первое число расходов в месяц Кисле. Вот, 5784 года, 13 ноября 2023 года по европейскому летоисчислению. И сегодня нам предлагается разобрать 20 главу книги Брешит, которая относится к недельному разделу. Анна, скажите нам, откуда? Алло, алло? Это глава Вайра. Вайра, да, да, да. Мы на самом деле вот в эту субботу последнюю читали уже Хаей Сара, но из нее мы все успели разобрать. Так что наша задача вот в этом цикле, а это уже пятый цикл, да, значит, заполнить лаконы. Если мы что-то не разбирали в предыдущие годы, то мы это заполняем сейчас. Одну секунду. Пан Станислав, добрый вечер. Через час рауна у меня сейчас занятие по европейскому. Да? Да, буду ждать. Так, спасибо, спасибо еще раз Анне, подготовившей материал. Материал довольно интересный. Глава небольшая, поэтому у нас останется время. Может быть, мы успеем разобрать Хилим, тоже подготовленный Анной. Итак, двадцатая глава, книга Берешит. Алиф. Корень здесь насанут самых айн, что в современном певелите значит «поехать». Ну, имеется в виду, переместился, отправился к Буко. Ну, первая корневая, она вот в этой форме выпадает. И отправился оттуда Авраам в страну Арца. Это то же самое, что Ла-Арец. Негев, слово Негев. Негев. Мы знаем, что так называется в пустыне Негев. Но Негев – это, по сути, юг. Отправился он в южную страну и поселился между Кадешем и между Шуром. Кадеш, насколько я понимаю, это пустыня. И жил в Граре. Что это за место Грар? Мы с вами с этим, по-моему, еще до этого встречались. Да, Авемедах? Или это первый раз? Ну, в любом случае, в Граре с Ицхаком произойдет история аналогичная той, которую мы сейчас читаем. Но здесь важно заметить, что у Авраама два раза была такая ситуация. Один раз в Египте, Митсраим. Второй раз в Граре. Грар находится в пределах Эрец-Исраиля. Поэтому Ицхаку было разрешено туда переместиться, когда был голод в стране. Но выезжать за пределы Эрец-Исраиля, например, в Египет, Всевышний ему запретил. Итак, да, слова мы разобрали. Прошу вас, Анна Бет. Да, я всегда хочу сказать, что у вас уроки посвящены, чтобы скорейшей победе, так сказать, над врагами, 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 врагами. Скорее бы нам разобраться и обеспечить. Да, благодарю вас. Так, Анна, прошу вас. Да, странно, что здесь написано Эль, как будто он сказал Саре. Хотя, по смыслу, конечно, он сказал О, Саре, да. Да, верно. Спасибо. Так, Гимел достается Тимофею. Прошу вас. Гимел. И пришел Всевышний к Ави Мелоху во сне ночью и сказал ему, вот, умираешь из-за жены, которую взял ты, а она мужем замужняя. Замужняя, совершенно верно. Из-за женщины, из-за в данном случае. Скорее переводится как женщина, да. Веги бе мулат, да, как от слова бааль, да. То есть она имеет хозяина, да. Она, ну, замужняя, да, понятно. Мужняя, мужняя жена. Мужняя жена. Эшет, Иш, да, так вот статус этот называется, да. Спасибо, Тимофей. Анна, у нас есть новые участники. Вы, пожалуйста, распределяете очередь. После Тимофея Юля читает? После Тимофея мы передаем микрофон Юля, да. Лена у нас сейчас слушает. Марина, как у вас? Есть желание поучаствовать? Я могу попробовать, хотя не специалист. Будем рады. Будем рады. Ну, мы можем. Так, значит, Далят мы передаем Юля, а после этого передаем Марине, да? Да. Так, мы зафиксируем очередь. Хорошо, Далят, пожалуйста. Так, хотят сказать, Ань, выздоравливайте поскорее. Да, 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 верно. Вельмелих не приближался к ней и сказал, господин мой, народ так же, ну, цедик, то есть как-то… Правильник, да, правильник, кто не грешен, да? Его убьешь. Да, да, да. Вот это совершенно верно. Вот это вот, ага, с огласовкой Хатав-Патах, это не артикль определенный, а это вопрос, неужели или разве так может перевести. Да, совершенно верно. И вот здесь вот слово адонай, да, это как бы множественное величальное число от слова адон, адон господин, господин мой или господа мои, да? То есть мы, значит, это не есть имя Всевышнего, а есть обращение ему в данном конкретном случае. Спасибо, Юля, все совершенно верно. Так, Марин, прошу вас тогда. Спасибо, Марин, все замечательно, да? Вы правильно читаете огласовки, вы обращаете на них внимание, не все, к сожалению, ученики Ульпана могут этим похвастаться. Да, все правильно. Можете перевести? Вот теперь в этом будет сложнее. Ага, но разве не? Давайте сделаем. Да, это как вопрос, да, разве он не сказал мне… А хоть это моя сестра, что она моя сестра, что она сестра моя, она также сказала, что он брат мой, да? Там львови, ну, как-то, да, простодушно, там имя-то обычно как-то наивное, там львови, простодушно. В простоте сердца моего, можно сказать, да? Умник Йон Капай. То есть буквально чистота ладоней. Коруга, да, ладоней. Сделала это, светизод, я сделала это. Сделал я это, да, да. Это все прямая речь вот этого товарища Амеллаха, да? Спасибо, Марина, все замечательно, мы будем вас использовать. Так, так, прекрасно, теперь я перехватываю. И сказал ему всесильный во сне. Так же и я знал, точнее, вот здесь вот, ну, это такая форма, которую лучше переводить настоящим временем, хотя вроде по форме прошедшей, да? Что в простоте сердца твоего сделал ты это. И, ну, буквально, хосах в данном случае уберег, да? И я уберег, да, и я уберег, это будущее время перевернутое, прошедшее, да? Но хосах это еще и сохранить, как бы сэкономить. Например, Всевышний говорит Аврааму, что не сохранил ты лохасахта бинха, да? Вот и здесь аналогично, да? Гам анухи, а, мг, 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 так же и я тебя, мэ хато, уберег я тебя от греха ли, от греха мне. Ну, то есть, того, что я счел бы грехом, ай кэн, да, поэтому не дал я тебя, не дал я тебе прикоснуться к ней, дотрагиваться до нее. Вот такая история. Так, пожалуйста. Слуха, можно вопрос? По поводу лохасов, вот в предыдущем, лохасов, рассказал сэкономить, он в современном, разве не сэконом, он сэконом, это одно и то же? Син и сэконом, да, они меняются, бывает такое, что в Танахе одна буква, а мы сейчас пишем другую. Да, 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 Марина правильно сказала, там я не нашла его слово с сином, я поставила сэконом и я его нашла в саваре. Совершенно верно. Видно, что оно написано через сэконом. Да, да, в саваре она через сэконом. Окей. Да, правильно, правильно, но смысл тот же. Вот шин и син никогда не меняют друг друга, поэтому некоторые грамматики утверждают, что 23 буквы, если они 22, разделяют шин и син. Вот, но большинство все-таки считают, что это... Нет, подождите-ка, шин и син очень даже есть многие, есть многие моменты, когда вот считают, что там такое-то слово шин произошло от такого-то слова син или наоборот. Произошло, да, но это не считается... Женщина, вот эта история, как это, сота, женщина, которая испытывает, испытывает, что она от слова штует название сота, глупость сделала. Ну, это можно, да, это можно свести и привести. И считается, что это одно и то же. Ну, смотрите, например, объясняется, что слово «ла асор» – отделять десятину, да, а аналогично слово «ла ашер» – обогатиться, то есть ты хочешь разбогатеть, побольше отделять десятину. Да, действительно, эти слова отличаются только вот точкой слева или справа над буквой шин-сик. Или, сейчас что-то еще в голове такое мелькнуло, шева и сева, да, семь и сытость, да, семь – это как бы число насыщенное. Вот ты находишься в некой точке, а у тебя есть шесть направлений – вперед, назад, лево, вправо, вверх – нет, да, то есть всего семь. Ну, вот это вот как бы полнота, насыщенность. Но, тем не менее, на мой взгляд, это разные корни, которые можно считать, что они как-то коррелируют, что они как-то зависимы, но нельзя один свести к другому. Так, хорошо. Теперь Зайн, наверное, Анна, да? Да, так. Теперь верни, возврати женщину замужнюю, ибо пророк он мужу, женщину мужу, ибо он пророк, и помолится он о тебе. Там сказано, что Всевышний наказал там всех домочадцев, и у них там чего-то такое случилось в физическом смысле, в организме. Да, какая-то неприятная ситуация. И будешь ты жив, а если не вернешь, знай, что умрешь ты, и все, что у тебя. Да, вот такая страшная история, совершенно верно. Так, Нави – это пророк, Беад Ха – это за тебя. Вот, Ле Гашив, да, отсюда Тешува в значении ответ. То есть, Ле Гашив – это вернуть, это еще и ответить на вопрос. Я немножко нарушу наши правила. Мы занимаемся часто ивритом, но какие-то вещи интересные я иногда объясняю. Так вот, кажется, из этой фразы, что Всевышний говорит Алимелаху, поскольку он пророк, ты должен ему вернуть жену. А вот если бы он не был пророком, так мог бы взять себе. Но, конечно же, это не так, да? Какое значение имеет то, что Авраам еще и пророк? Здесь мы пользуемся не определением, а признаком пророка. Пророк – это человек, которому Всевышний открывает тайны, в том числе и будущее. А Алимелах говорит буквально такую вещь. Вот он женат на Саре много лет, у них нет детей. По закону он должен с ней разойтись. Может быть, у него будут дети от другой женщины, а у нее от другого мужа. На что ему Всевышний отвечает? Когда Авраам собирался жениться на Саре, он пророческим взглядом видел, что она бездетна. И, несмотря на это, он женился на ней. То есть нельзя сказать, что это то, что называется мекахтаут. Ты купил какую-то вещь, а оказалось, что это совсем не то, что тебе нужно. То есть в этом случае ты имеешь право ее, допустим, вернуть. Скажем, ты заказал по интернету туфли, а оказалось, что они тебе жмут. То есть Авраам был готов, что да, вот такая мужа она досталась, и он на это пошел. То есть ни о каком разводе, который мог бы быть, речи здесь не идет. Можно вопрос? Вот я читала, что если муж с женой, они все равно, даже если не рождают детей, создают душу. Просто она может не спускаться в мир. Есть такое? Не слыхал. Я услышала, что мы говорили в прошлый раз, что Авраам и Сара жили много лет и в Харане, и в Тимур, Харька, и в Диме. Детей у них не было, но они создавали души. Кстати, там даже говорится, что все души, взяли с собой все души, которые сделали они там. Которые сделали. Может, они имеют в виду геров, имеется в виду, просто конвертировали в иудаизм? Геровцы были, да, они даже все геры, они Абрамовичи. То есть привели к монотеизму, к единобожию. Может быть, обычно так объясняется. Это их ученики и ученицы, то есть ученики Авраама и ученицы Сара. Но вот то, что я сказал, что если в течение десяти лет пара остается бездетной, то как бы это вот совет ей. Но они, естественно, решают сами, и это не Аллаха. Конечно же. Да, пожалуйста. Значит, это Анна прочитала, Зайн теперь, Хэт, очевидно, Тимофей, да? Да. Да, Хэт. И поднялся Авимелых утром и позвал всех рабов его, и говорил все вещи эти, в уши их, испугались люди очень. Совершенно верно. Вот, Ир, А, от корня Ют, Рэш, Алэх, поэтому два Юта. Тут стоит даже первый с Дагешем, да, а не от слова Роэ, видит. Да, испугались, убоялись, Ир, А, от Шамай, Мора еще, значит, отсюда. Мора с Алиф – это страх. Да, верно, верно, совершенно верно. Да, все правильно. Хорошо. Тимофей прочитал Хэт, теперь Тэт передаем Юля. Да. Ва, икра, А, вимелых, Леабрахам, ва, йомахло. Мэ, асси, та, лано. Умэ, хататиллах, ки, гэ, бета, алай, вэ, аль, мам, лах, ти. Чим? Мам, лах, ти. Ага, та, кдолла, маасим, аше, ло, ясу, асита, и мады. Да, верно. И позвал вимелых к Аврааму, и сказал ему, что сделал нам, и... И какой, как согрешил я к тебе, что ты привел на нас, на меня и на мое царство, вот такой та, то есть, ну, как грех или провинность. Да, грех, провинность дала великую. Маасим, так, это, так, Маасим, это мы... Как Маасе, Маас, да? Деяние, да, дело, которое не е-асе, это нефаль, не делается, не было сделано. Имады. Делал ты со мной буквально, да. А, угу, со мной. Спасибо, Юля, все правильно, да. Так, великое, нехорошее дело, да, со мной случилось. Так, прелестно. Марина, вам маленький достался пасук, но я думаю, что вы справитесь. Так, вы сказали, что ты увидел, что заставило тебя сделать это? Что сделал ты, да, 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 эту вещь, это делал. Так, теперь я, Юг Алиф. Спасибо, спасибо, Марина. И сказал Авраам. Потому что я сказал, только нет страха небесного в месте этом. И убьют меня за... по поводу жены моей. Вот здесь кажется лишним слово «рак», «рак только». Но подчеркивает комментарий, да, что нет только божьего страха, а все остальное вроде бы есть. Мы видим отсюда, что мораль не воспитывается прогрессом техники, искусства и т.д. Это нечто отдельное. Просто я помню, что объяснял кто-то из больших рабов, что аналогичная ситуация была в Германии в конце 30-х годов прошлого века. Так, теперь, пожалуйста, Анна Югбет. Анна Югбет. Ну, я так решила, что подлинно по смыслу, по переводу там... Ну, да, похоже, да. Подлинно она сестра моя, дочь отца моей, но не дочка матери моей. И стала она моей женой. Есть она, будет она моей женой. Да, и сделалась, да, да, да. Ну, вот тут комментарий есть, объясняю, да. Он нам точно, да, это как бы однако. Вот, но вот... То есть это слово, которое написано, вам не попалось, да? Нет, его нет вообще даже. Понятно, понятно. Спасибо, спасибо, да. Так, хорошо. Теперь Тимофей Юдгим. Так, верно, да. Когда был я отослан, был я изгнал буквально. Ну, имеется в виду, и вышел я. Да? Итху, это типа кто-то выслали? Итху. Итху. Итху, да, да, получается, да, отослали меня. И было, когда отослали меня... Ну, вот он в эти медицинские спасибо, и меня отослал, да? Итху, да, из дома отца моего. И сказал ей, вот, милость. Милость, да. Милость твоя, которую сделаешь мне, со мной, в каждом месте, в которое мы придем. Шама, там. Скажи... Он придет туда, да. Да. Скажи во мне, брат мой. Да. Он брат мой, да. Ну, да, все верно, спасибо. Так. Так, Юлия, пожалуйста, ее дали туда. Да. Вайках авимелых цон, у Ваках, у Авадим, у Шпа Хот, вайтанна ле Аврагам, ва Ішавло, Эта Сага, Ишто. И взял авимелых овечек и бичков, и своих рабов, и рабынь, и дал Авраама, и вернул ему Сару, его жену. Совершенно верно, да. Так и должно быть. Спасибо, Юлия, правильно. Теперь, пожалуйста, Марина. Марина преподает иврит. Я прав? Так, и сказал, видимо, вот земля, сказал, например, вот земля перед тобой. То, что нравится тебе, то есть, что хорошо в глазах твоих. Да, в лучшем месте, в лучшем, которое в глазах твоих. Там и садись, обоснуйся там. Да, да, да. Совершенно верно. В отличие от фараона, который не мог гарантировать спокойствие, что не повторится это деяние в аналогичной ситуации, да, обеменок все-таки понимает, что, значит, после того, что произошло, Авраам и Сара, соответственно, в безопасности. Ну да, спасибо, спасибо, Марина. Все так. Теперь, пожалуйста, я продолжаю этот зай. И Сара сказал, вот дал я тысячу денег. Не, не сказано тысячу чего, да, брату твоему, вот он тебе покрытие. Это и покрывало, ну, скажем, что-то вроде одеяла, и то, что используется как одежда, днем покрытие глазам твоим, покров на глаза твои, для всех, что с тобой. Ве-эт-коль, ве-но-ха-ха-тену-ха-тену-ха-тену-ха-тену-ха-тену-ха-тену-ха. Он с ней не сделал, чтобы не то, чтобы там обидел как-то. Ага. С почетом, типа, проводил, что вот не то, чтобы он с ней там сделал, что хотел, а потом так уж и быть, мужу отдал, обратил. Понятно, понятно. Ага, да, да, наверное, так. Да, наверное. Так, замечательно. Так, Анна, пожалуйста, Юзайн. Пускай ребят почитают. Давайте, давайте. Это называется? Ле-ватер. Так, тогда я передаю Тимофею Юзайн тогда. Прошу вас. Да. Юзайн. Вейт-пал-эль-авраам, эль-а-элогим, ва-ир-па, ва-гим-эт-авим-элэх, вейт-жто, вэ-ам-го-тав, ва-елэду. Да. Так, и молился Авраам Всевышнему, и вылечил Всевышний Ави-мэлэха, и жену его, так, и народ его. Вот там, буквально, его матерей, да, и разродились, да. Ну, вот объяснение, что не то, что они были беременны и освободились от бремени, да, то, что у них ничего не выходило, а теперь вроде бы вышло. Ну, в хорошем смысле, да. Так, спасибо, спасибо тебе. Юлия, пожалуйста. Вышло в хорошем смысле. Ну, что-то такое, да. Всевышний, каждую, ну, как-то красиво сказать. Трево, можно сказать. Да, в доме Аврааму. Ави-мэлэха. Да. Пока, так, аль-давар. Это как вот... По поводу, можно сказать, или... А, из-за, да. Из-за, да. Да. Из-за... Сары, Женеврама. Да, да, верно. Да, так. Так оно и было, спасибо, Юля. Так, ага, вот мы этим и закончили. И закончили. Ну, хорошо. Так, товарищи, есть у нас время. Я предлагаю вот начать разбор тхилим. Это не простые тхилим, а которые, ну, в Израиле во многих синагогах принято в тяжелый час после каждой молитвы, вот, их читать. Эти тхилим. Сейчас я так открою демонстрацию. Вот здесь тоже еще одно спасибо Анне за подготовку и этого материала. Вот они. Куф, Каф, Алиф – это 121 тхилим. И после него, если успеем разберем, Куф, Ламет – это 130 тхилим. Они относительно простые. Ну, с вашего позволения я начну. Значит, есть 15 «Ширей Гамалот» – песни «Возрождение». Говорят, что левиты стояли на ступенях храма, коих было 15. И при прохождении каждой ступени они пели тхилим. Все они начинаются с «Ширей Гамалот» – песнь «Ступеней». Только вот этот называется почему-то «Ширей Ла Амалот» – песнь «К ступеням». Но смысл здесь тоже так. Тот же самый. «Эса Эйнай» – подниму я глаза мои к горам, ме айн, откуда я во эзри придет помощь мне. Так, Анна, прошу вас. Пускай девушки почитают. Тимофей сказал, что… Давайте, девушки. Вот мы как раз. Скажем. Вот сейчас девушка Марина. Марина. Да, потом. Да, да, да. Давайте. Эзри – помощь моя, наверное, да? Да, помощь моя Бога, сотворившего небо и землю. Да, буквально делающего, творящего небеса и землю. Да, совершенно верно. Тимофея будем причастать к девушкам? Тимофей, Тимофей. Тимофей, Тимофей. Записали в девушке, да? Нет, нет. Тимофею мы передадим в микрофон. Не считай его. Пожалуйста, Тимофей. Тимофей сказал, что он должен отойти, поэтому я и сказала девушке. Потому что Тимофей… Простите, упусти его, да. Ну, у нас и без него девушек хватает. Тогда, пожалуйста, пожалуйста. Мы видим две точки. Одна из них означает «шин», а вторая – это гласовка «охолам хасерта». Так, в общем, не даст ноге твоей, как бы, дрожать, да? Да, подогнуться, да, споткнуться. Споткнуться. А твоему хранителю… А вот я не знаю этот глагол… Ну, нам это буквально дремать, да. Не будет дремать, да, твой охранитель. Да, 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 совершенно. Да, 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 именно так, да. Ламот через ТЭЦ, да, мы встречаем в Гиле в многих местах. Да, совершенно верно. Да, спасибо, спасибо. Всё правильно. Так. Так. Ну, тогда давайте по очереди Юлия и Марина, да? Вот это сейчас Юлия перевела, тогда Марина достается. Окей, да, да, да. И не ло я нун, вело ища, шумел Исраэль. Получается, вот, не дремлет, не спит, страж, охраняющий Израиль. Да, совершенно верно, что Марина Саэль, конечно, имеется в виду Всевышний, да. Но, как-то, да, мой знакомый по имени Исраэль, да, работал охранником, вот, я как-то пришёл, навестил его на рабочем месте и сказал ему. И не ло я нун, вело ища, так оно и было. Парень, спасибо, теперь Юлия, пожалуйста, эй. Ашем шамреха, ашем цельха, альяд еменеха, Всевышний твой охранитель, Всевышний твой, это как тень твоя, да, получается? Да, 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 тень, конечно, да. Так, и рядом с тобой, альяд, твои права. Правая рука, да, с правой руки твоей, совершенно верно. Ну, маленькая не то, что Аллаха, а Минхады. При входе в дом мы касаемся, Мезузы, правою рукою, да, то есть здесь ангел как-то перемещается на правое плечо и над правым плечом, да, и охраняет нас в доме. Когда выходим, мы касаемся, Мезузы, левой рукой, она у нас слева, и, значит, на улице уже ангел с левой стороны. Так, ну, вот так вот мне рассказывали. Альяд еменеха с правой стороны, замечательно. Так, Марина, пожалуйста, вам. Днем солнце не будет убить тебя, а луна ночью, что-то такое. Да, что-то такое, да. Е-ке-ка-ма-ке, да, мака. Мэм выпадает, и гэй тут тоже, получается, выпадает. А вот этот второй куф, извините, каф, это что? Тебя. Да? То есть мы ожидали бы каф-софит, да, хаф-софит. Да, но иногда такое бывает. Да. Так, хорошо, Юля, пожалуйста, Зайд. Ма чем ишмареха, ишмарха, точнее, Микольра, ишморха, ишморха, Микольра, ишморха, ишморха, Микольра, ишморха, ишморха, ишморха. И Всевышний будет хранить тебя от всякого зла, и будет хранить твою душу. Будет хранить душу твою, совершенно верно. Да. Да-да-да, спасибо. Так, вот так лучше, наверное, будет. Да, и последнее теперь тоже, Марина, да? Да-да-да. Замечательно. Мы разобрали дгилим. Далеко не каждый дгилим так вот легко поддается переводу. И не всегда можно буквально понимать текст, но вот здесь нам немножко повезло. Я прошу включения, я вас покину на этом. У меня, к сожалению, надо бежать на занятия. Это Марина, да? Да-да-да. Ну, тогда мы попросим Анну тоже подключиться. И давайте вот на троих разделим. Борис, спасибо, всего наилучшего. Ждем вас. Всего доброго. В ближайшее время у меня были пертурбации, но вроде бы с работой становилось так, что в ближайший месяц я свободен по понедельникам вечера, поэтому пока мы оставим такое расписание. Так, будут переводиться часы в Украине, да, в России вроде бы нет, да? А теперь перевелись. Ну, так в Украине, по-моему, так же, как в Израиле перевелись в последний. В последний. В тот же день. Что же так делали? Понятно, понятно. Так. Ага, ну, тогда я начну. Алиф. Ши рамалот мима макин краты хадунаи. Песнь ступеней из глубин возвал я тебе всевышний. Маленькое замечание. В одной из синагог в Соединенных Штатах. Да, я увидел, что хазан как будто очень небольшого роста. На следующий день хазан был другой, но тоже небольшого роста. И я увидел, что, оказывается, он стоит не на возвышении, а, наоборот, как бы в яме. Для того, чтобы вести молитву, он спускается на три ступеньки вниз. Он, кажется, ниже других. Чтобы не казалось, что как ведущий молитву как-то возвышается, вот там это устроено в соответствии вот с этим поступком. Значит, кратиха от слова кореку фрешалев, звать, взывать, обращаться. Маким от слова амок, омек, это глубина. Так, давайте Анна Бет. Пускай ухо твое будет внимательным. Голосу Мальбы Моей. Совершенно верно, да. Озен Кашевет, да, это ухо вынимающее, можно сказать, да? Да. Это Яна Озен Ха, Кашу, вот, да, совершенно верно. Оз, Нэ, Ха, это уши буквально, во множестве на четыре, да? Кашу вот, поэтому тоже во множестве на четыре. Да, верно. Так, Юля, пожалуйста, Гиммл. Если грехи, как это, сохранишь тоже, да? Будешь хранить, да. Имеется в виду, будешь помнить, а не предашь забвению, да? Да. Господи. Это, очевидно, тоже имя Всевышнего, да. Кто выстоит? Да, кто может устоять, да? Кто может устоять, если будет припомнить все его грехи, да, верно. Так, далее, тогда снова я. И им хааслиха лэма антибаре. Ибо с тобою прощение для того, чтобы страшились тебя. Да, вот я пытался найти варианты перевода, но вот явно, что это от корня ют-рэш-алиф, да? Ну, есть такое слово «благоговеть» расшиться, но гир-а отличается от пахат, который тоже страх, тем, что гир-а – это боязнь сделать что-то не так, как от тебя ожидается, да? Да, гир-а-д-шамай – это буквально трепет перед небесами. А здесь этот глагол стоит в пассивном залоде. Поэтому для того, чтобы боялись тебя, для того, чтобы был ты таковым, что следует тебя почитать, трепетать пред тобою. Вот, как-то так получается. Да, Анна, что вы говорите? Вы благоговели перед тобой, переводят обычно. Вот я это видел в переводах, но тут не совсем точно, но близко. Да, прелестно. Так, Анна, пожалуйста, хей. Так, кивити ашем, кивтановши. А, ледворо. А, ледворо. Я надеюсь, я, надеется, душа моя, на слово. Ну, ожидаю слово от тебя, ну, имейте в виду, какую-то помощь, видимо. Это не кивити, читают, по-моему, вот эти вот дни стрепета. Да, да, читают и добавляют этот кивити, совершенно верно, молитвы. Вот, кивити, отсюда тиква, и отсюда вот знаменитый плод такой, тиви, он точно так же пишется. Разоблачили меня, разоблачили меня. Так, пожалуйста, Юля, вам. Ну, в общем, моя душа, Господу, от стражи утренней до стражи утренней. Да, совершенно верно. Шамрим, Шамрим, здесь имеется в виду, что три смены было у стражей, да, но тут вот с утра до утра, то есть все время. 24 на 7, как теперь говорят. Спасибо, Юля. По другой версии перевода, тут как бы слово пропущено, что душа моя ждет Всевышнего больше, чем страж ждет. А, да, 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 можно и так понятить, верно. Ми, Шамрим, да, более, да, более чем, чем Шамрим, чем охранники, чем вечерние, ночные сторожа ждут наступления утра. Вот это. Да, 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 смысл есть. Хорошо. Так, Зайн, давайте Зайн, Ани и Хэт, Юля, и на этом мы заканчиваем, да? Пожалуйста. Надеюсь, Израиль на Всевышнего, ибо у Всевышнего со Всевышним милость и премного, премного спасения. И велико спасение, да, с ним. Да, да, да. Яхель, да, Яхель, Яхель, Яхель. Так, да, понятно, ожидать, уповать. Уповать, надеюсь. Да. Спасибо. Бегу Евдэ, это Израэль, Миколь, Абоноттап. И он избавит Израэль от всех грехов его. От всех грехов его. Избавит буквально Евдэ, подэ, это искупит, выкупать. Да, 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 совершенно верно. Да. Ну что же, мы сегодня очень неплохо поработали, мы разобрали параграф и два адгели. Да будет это нам заслугу мира на Святой Земле. Амин, амин. Да, ну, с Божьей помощью через неделю мы с вами продолжим. Спасибо еще раз всем присутствующим. Отдельное спасибо Анне. Вот, и приходите еще. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо вам. Да, выключаю запись. Так, и прекращаю трансляцию. Остановить запись. Остановить запись. Остановить запись.